Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, меня замучил кашель. Постоянно кашляю, першит в горле. Вы давно болели или гриппом, или простудой? Да, три месяца назад я болела гриппом. В принципе, я вылечилась, и вроде бы все симптомы прошли. А тут раз, и снова начался этот кашель. У вас есть какие-то анализы? Вы лечились как? Вы лечились сами по себе или вы обращались к доктору, делали анализы? Можно полюбопытствовать, да? Если не по сценарию, что же вам сделали плечо-то вместо легких? Что есть, то есть, да. Ну что ж, судя по вашим анализам, если у вас и было какое-то простудное заболевание, то, скорее всего, оно уже прошло, я имею в виду, или ВРВИ, или грипп. По крайней мере, оно пролечено, и результаты ваших анализов говорят, что вы здоровы, и тем не менее кашель у вас сохраняется, да? Да. Скажите, а он вас беспокоит когда? Утром, вечером, днем, в обед? Когда? Вы знаете, это как-то внезапно все время происходит. Бывает и ночью, и утром. Я не могу сказать какое-то определенное время. Периодически. Периодически. Учительное кашель. Вы можете остановиться сами? Или вам нужно принять какое-то лекарство? Нет, остановиться я не могу. Но лекарства я тоже не принимаю. И остановиться не можете, и лекарства не принимаю. То есть, как начали кашлять с утра, так и до вечера и кашляете. Нет. Ну, давайте я вашего ножка посмотрю. Я сегодня пройду. Нет, не пройду. Доктор, конечно, должен сходить руки в комнате. Но уж вы меня простите. Ну, давайте заглянем в ваше горлышко. Допустим, фонарик не горит. Язычок вперед. Горлышко ваше в порядке. Ни покраснение, ни воспаление. Так что, думаю, причины вашего кашля в другом. Не в перенесенной инферции. Скажите, в вашей недавней жизни, может быть, были какие-то проблемы? Может, были какие-то стрессы? То, что вы перенесли как-то особенно остро для себя? Вы знаете, да. На самом деле, три месяца назад у моего супруга брат умер. Погиб на корабле. И я ездила на похороны, там, где он погиб. И дул очень сильный ветер. Я еще думаю, что меня продуло. Потому что это не такой сильный стресс для меня, так как мы мало общались и не были сильно знакомы. А брат-близнец, да? Да, брат-близнец. Понятно. Но вы знаете, такого понятия, как продуло, в принципе, его не существует в медицине. Такое народное понятие. В любом случае, может снизиться иммунитет. На фоне сниженного иммунитета присоединиться, скорее всего, вирус какой-то, развиться в ОРВИ и стать причиной, допустим, того же кашля. Но думаю я, что сегодня у вас проблем бактериального или вирусного характера в горлышке нет. Скорее всего, в чем-то другом кроется причина вашего недомогания и кашля. Скажите, а вы готовы сейчас такой маленький психологический тест пройти? Ну, конечно. То есть, мы возьмем любой листочек бумажки. Это просто волшебно. Ну, давайте, вне зависимости от ваших художественных способностей, попробуйте нарисовать картинку. Например, животное, с которым вы себя ассоциируете. Кем вы себе кажетесь? Теперь попробуйте нарисовать растение, которое ближе всего вот к сегодняшнему вашему душевному состоянию. И попробуйте нарисовать его в воду, как вы ее видите. Блестящий рисунок, достойный кисти мастера. Ну, я так понимаю, что животное, которое вы изобразили, это мышка. Да, мышка. Люблю мышек. Любите мышек. И любите кактусы. Любите кактусы. А вот эта извилистая линия, я так понимаю, это ручеек. Да. Вы знаете, вот этот тест, на самом деле мы не просто картинку рисовали. Мы провели с вами нейролингвистический тест, который говорит о том, что в вашем душе, в вашем мозге или мозгу, как вам больше нравится, есть некое напряжение, которое, возможно, является причиной вашего кашля. Мышка, ну, такое симпатичное животное, но она постоянно пытается спрятаться. А кактус имеет колючки, чтобы защищаться, да. А ручеек просто пытается убежать, утечь от проблем. Вот и вы точно так же сейчас в своей жизни пытаетесь либо спрятаться, как мышка, либо уйти от проблемы, либо выпустить колючки. А может быть все вместе. Вот такая текучая колючая мышка, такой текучий ежик. Скажите, может быть, еще есть какие-то тревожные ситуации, которые вы сразу мне не рассказали, которые могли бы быть причиной вот такого художественного изображения вашего внутреннего мира. нет. Знаете, я неплохо отношусь к вашему миру. Но дело в том, что недавно пришел муж и сказал, что она переедет к нам жить. Но с маленькой квартирой как-то мне не по себе. Две хозяйки в доме, говорят, семьи распадаются от этого. Может быть, я переживаю по этому поводу? Ну, если каких-то других личных сложностей нет, то для женщины, наверное, особенно такой молодой и красивой, как вы, соперница, а мама всегда соперница свекрови, да? Может быть, причиной внутренней тревоги, которую вы пытаетесь зажать, поскольку реализовать на мужа вы ее, наверное, все-таки не собираетесь. И сколько дерева не вьется, ей все равно нужен выход. И этот выход может формироваться в виде вот такого кашля. Ну, это такое предположение, но тем не менее, учитывая то, что все ваши анализы и ваш блестящий внешний вид говорит о том, что вы глубоко здоровы, но при этом есть симптом, который мешает вам жить, называется он кашель, да, он может иметь такой нейрогенный, неврогенный характер. Дело в том, что у горта недостаточно много нервных окончаний, источником которых является головной мозг, и небольшой непорядок в головном мозге может быть причиной вот такого мучительного периодического кашля. Что я вам могу посоветовать? Ну, во-первых, решение, которое принял ваш муж у приезда своей мамы, оно окончательное, да? Да. Поэтому это мы изменить не можем. Это нужно просто принять. И попытаться принять это со спокойной душой. для того, чтобы душа более спокойно приняла эту ситуацию, я вам выпишу некоторые успокаивающие средства, легкие, да? Например, персен, да? Джек Дэниелс я вам выписывать не буду, которые вы попьете перед приездом вашей свекрови и, может быть, в начале совместной жизни. И вы пытаетесь, ну, может быть, это будет отчасти в начале искусственный праздник, который, может быть, со временем перерастет в естественный, и вот создать такую праздничную или хотя бы спокойную обстановку. И как у вас получится, вы мне напишите в письме или нарисуете новую картинку. Может быть, вы там будете уже не мышкой, а зайчиком. Может быть, на месте кактуса появится, если не прекрасная роза без шипов, да, то какое-то такое более воздушное растение. А здесь, представимся, будет такое спокойное озерко или пруд. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Идет? Да, спасибо большое. Договорились? Спасибо. Ну, вот я прочитал письмо от Марины и, собственно, те предположения, которые были высказаны во время первичного приема, они подтвердились. У Марины действительно невротический кашель. Это достаточно часто встречающая ситуация, которая не имеет отношения к каким-то болезнетворным агентам, микробам, вирусам и бактериям и не требует тяжелого специфического лечения. гортань является тем органом, который, кроме речи, позволяет человеку, к сожалению, и кашлять. Насквозь пропитана нервными окончаниями, начало которых находится в головном мозге. И то возбуждение в определенной зоне этого головного мозга может давать те самые неприятные симптомы, с которыми столкнулся Марины. И лечение здесь не таблетками, не антибиотиками, а попыткой создать душевное равновесие у нашего пациента, может быть, используя какие-то очень легкие успокаивающие средства. Но в основном человеку нужно попытаться изменить свое отношение, если не к жизни вообще, то к конкретной случившейся ситуации. Собственно говоря, все.